Приветствую всех любителей природы. Нахожусь на севере Московской области. Это Талдонский район, недалеко от Дмитровского шоссе. Прошла уже большая часть августа, жара, но два дня были дожди, и вот решил погулять по лесу, посмотреть, какие грибы растут. Лес смешанный. И вот первая находка. Это подосиновик. Такая вот светлая ножка у него. Шляпка. Такая красновато-борая, с коричневатыми такими оттенками. Но это, скорее всего, подосиновик красный. На ножке у него тоже такие вот чешуйки буроватые. Ну и сама шляпка красновато-коричневая, буровая. Вообще, такие подосиновики нахожу поздно осенью. Ну и сейчас вот они тоже появились. Может, это первые. Такие с темной такой шляпкой буровой. Подосиновик молодой еще, недавно вылез. Так что, наверное, будет не червивый, хороший такой вот экземпиат. Подосиновик красный. Вообще сейчас большинство подосиновиков объединили с подосиновиком красным. Вот такой гриб. А это подберезовик обыкновенный. Но уже экземпляр такой. Не для еды. Уже слишком старый. К тому же ножка у него тоненькая, жесткая будет. А шляпка, скорее всего, уже как губка. Мягкая. Так что, пускай растет, размножается. На следующий год будет больше грибов. Вот встретились такие вот небольшие млечники. Красноватые, буро-оранжевые такие. Попробовал млечный сок, он не едкий. Сама мякоть тоже не едкая. Возможно, это краснушка. Небольшой млечник. Вот такие вот грибы. Возможно, используют для соления. Я не знаю даже. Я такие ничего не собирал, не делал с ними. А это более крупный млечник. Либо серушка, либо обыкновенный млечник. Такой вот экземпляр. Тоже их чуть никто не собирал. Они здесь уже выросли до огромных лопухов. Что их тяжело отличить. С возрастом они, в принципе, становятся похожими друг на друга. Много очень встречается паутинников. Вот один из них. Паутинник браслетчатый. Такая оранжево-коричневая шляпка. И на ножке отчетливо видны такие следы от паутинистого покрывала. Такие оранжевые кольца. Может быть одно кольцо, может быть несколько. Но такие оранжевые кольца. Гриб считается условно съедобным. Но я его не пробовал. Поэтому вообще к паутинникам отношусь осторожно. И рекомендую вам, если вы не разбираетесь в них, лучше не употреблять в пищу. А так, в принципе, красивый гриб. Их сейчас много выросло. Растут по лесу кругом. Гриб, как пишут, не особо такой уж вкусный. Так что, если кто не разбирается, лучше не брать их. А это вот издалее. Думал, что это подберезовик. Потому что шляпка уж такая почти коричневая. Но на самом деле это подосиновик. С такой вот темной, почти коричневой шляпкой. Чешуйки у него тоже на ножке такого же цвета. Вот, пошли уже такие подосиновики с темной шляпкой. Значит, уже осень. Скоро. Гриб выглядит отлично. Экземптер вообще отличный. Так что, удачная такая находка. Вот подосиновик. С такой коричневатой бурой шляпкой. Тоже относится к подосиновикам красным. Вот у них мякоть. Тоже сначала такая бурая становится, а потом темнеет. Черная становится. Такое отличие подосиновиков. То, что это не подберезовик. Но здесь уже более такой взрослый экземпляр спрятался в траве. Такие я, конечно, не собираю. Я даже не рву их, не смотрю, там червивы, не червивы. И издали видно, что уже взрослые. Оставляю их, пускай растут. Чем больше оставишь грибов, тем больше вероятность, что они размножатся и будет еще больше грибов. Так что не надо рвать такие уж слишком старые. Зачем? Вот, нашел еще один подберезовик. Этот уже более такой твердый. Хотя вот геминофор весь в коричневых точках. Значит, были когда-то червячки. Улетели, превратившись в комариков. Ну, вот тут такая красота. Мухомор красный. Считается лекарственным, полезным грибом. Так что не надо его пинать ногами. Если вас возбуждает красный цвет. Ну, здесь вот повстречался такой вот светло-фиолетовый гриб. Это паутинник. Тоже очень много их. Почти весь лес тоже зарос ими. Такая светло-фиолетовая шляпочка. Здесь в жаре он потрескался. Немного выцвел. Но в молодости они бывают довольно-таки равномерно фиолетово окрашенные. В ножке у него утолщение. Такая бульба. Мякоть у него желто-коричневая. Следы от паутинистого покрывала. Пластинки тоже коричневые. Это паутинник козьи. Считается несъедобным. Потому что у него горький вкус. Ну и запах не особо такой приятный. Какой-то химозный или еще что-нибудь. У кого какие ассоциации. Хотя, может запах быть не очень выражен. Но при отваривании начинает сильно вонять. Паутинник козьи. Гриб несъедобный. Ну а здесь более приятная находка. Это подосиновик. На этот раз подосиновик желто-боры. Такой довольно нормальный экземпляр. Здесь вот зашел в такой еловый лес. Довольно сухой. Хотел его быстро пройти. Потому что очень уж он сухой. Не надеялся тут ничего найти. Но, оказывается, даже в таком сухом месте выросли подосиновики. Хотя, они очень маленького размера. Но, по внешнему виду, видно, что это уже довольно взрослые грибы. То есть, у них шляпки вот распустились. Раскрытые. Это подосиновик желто-боры. Но из-за того, что очень мало влаги, такая возвышенность и сухой участок леса. Они вот выросли до таких небольших размеров. Если привычно встречать подосиновики довольно крупные, то есть вот такой мини-вариант. Но я сорвал несколько штук. Они чистые, не червивые. Поэтому тоже нормальная находка. Такие вот подосиновики. Подосиновик желто-боры. Чистые грибы. Геменофор чистый. И сама ножка чистая. Никаких червяков. Но это не поплавок. Это смертельно ядовитый гриб. Мухомор вонючий. Такое визуальное сразу отличие. Это у него такие неровные края. На шляпке волнистые. Вот это такая отличительная характеристика мухомора вонючего. Гриб смертельно ядовитый. Наравне с бледной поганкой. Тем более, этот гриб еще отличие. Если вы его берете в руки, то необходимо потом вымыть руки. Потому что, возможно, яды останутся у вас на руках. И вы, если занесете их в слизистую оболочку, то отравитесь. Вот перешел в лес. Более такой покрытый травой. И здесь такой вот красивый подберезовик. Но уже с виду вроде бы такой уже взрослый. Шляпка мягкая. Поэтому оставлю его. Пускай тоже растет. Тем более, в молодости такие коричневые подберезовики довольно ценные грибы. Здесь лес более влажный. Такая низина. Земля поросла травой. Поэтому покажу здесь. Посмотрю, что здесь есть. Ну и большая вероятность найти грибы. И вот, например, такой вот старый подосиновик красный. Соответственно, его я тоже оставлю. Пускай растет. чтобы здесь было еще больше подосиновиков красных. Такой вот лес заросший. Но это с виду похожий гриб на лисичку. Тоже желтоватый такой. На самом деле, это ежовик желтый. Вот он чем-то похож на лисичку. Но у него вместо складок такие вот шипики. отростки. Геминофор в виде шипиков. По своим вкусовым качествам он, в принципе, похож на лисичку тоже. Съедобный гриб. Возьму тоже таких немного для разнообразия. Ежовик желтый. Такой вот грибочек. Тоже растет, как лисичка, семьями. Можно насобирать довольно быстро. Если он растет. Тут вот травы стало еще больше. Уже папоротник. Такие заросли. И вот здесь посмотрим сейчас, что растет. Земля еще более такая влажная, сырая. Так что вероятность найти грибы еще больше. Из деревьев тут тоже ель и береза в основном. Ну, попадаются сосны и подлесок в виде таких кустарников. Рябина, еще что-то там, какие-то кусты. Но земля влажная. Вот. Попались два подосиновика красных. Пока что-то попадаются старые. Уже такие переростки. Конечно, кто-то режет их в надежде, что они чистые. Может быть, сушат. Но я оставляю такие грибы. У них вон шляпка мягкая уже. Даже если сушить, сколько в них влаги будет. Пускай лучше растут. Размножаются. Но этот уже совсем с виду видно, что это уже очень-очень старый. Даже можно не смотреть и не срывать. Такой вот пенсионер. В награду за нетронутых старичков попался вот такой более свежий подосиновик на длинной ножке с такой яркой оранжево-красной шляпкой. Вот это уже более-менее экземпляр. Такой красивый. Более свежий. Ну а здесь еще один. На этот раз правда уже подосиновик желтоборы. Но тоже такого более лучшего качества. Друзья, это попался подосиновик белый. Он тоже сейчас отнесен к подосиновикам красным как вариант подосиновика красного альбиносный. этот гриб занесен в Красную книгу Московской области. В принципе, у нас он встречается не каждый год, но в принципе, в этом месте я его встречаю довольно часто. Вот они тоже начали расти. Такие вот белые шляпки. С возрастом они могут немного порозоветь или останутся такими же беловатыми. Ну, чуть-чуть сероватым оттенком. Этот гриб я тоже оставлю, не буду рвать. Вот уже более взрослый экземпляр с такой вот шляпкой. Пускай растут, тем более редко встречающиеся. Может, будут чаще встречаться. Оставим их расти здесь. Вот еще один подберезовик обыкновенный. Это уже более-менее свежий экземпляр. Шляпка еще твердая. Ножка не такая уж тонкая, сухая. Поэтому есть надежда, что он будет целый и червивый. Это подберезовик обыкновенный. Кстати, сейчас подберезовиком обыкновенным тоже отнесли кучу всяких других видов. А это два более уже таких старых подберезовиков. И, скорее всего, это были подберезовики болотные. В молодости они белого цвета, хорошие, съедобные, но этот гриб очень быстро стареет. Он становится зеленоватым. Ну и потом вот такого цвета. А это еще один паутинник. Такой вот красивый гриб. У него шляпка такая бархатистая, как бы чем-то посыпанная, такая шероховатая. как у опенка осеннего. Здесь он фиолетовый и вот такие бархатистые поверхности. Это паутинник фиолетовый. В московской области тоже он занесен в красную книгу. Гриб считается съедобным, но тоже без особых каких-то таких вкусовых качеств. И тем более если в красную книгу занесен. Так что оставим, пускай растет. Пускай тоже размножается. Становится более массовым. Паутинник фиолетовый. Такой красивый вот гриб. Ну а тут рядом росли две семейки. лисичек и ежовика. Поэтому есть возможность внешне их так сравнить. Правда ежовики здесь уже более взрослые. С такой оранжевой шляпкой. Ну вот такое внешнее сравнение. Лисичка обыкновенная настоящая и ежовик желтый. Лисички складки такие. нисходящие на ножку. А у ежовика тоже нисходящие на ножку, но уже шипики. Вот такое внешнее отличие ежовика желтого и лисички. грибы для меня лично по вкусовым качествам похожие. Такие более взрослые ежовики они тоже чуть-чуть горчат. Поэтому если вы не любите когда грибы горчат собирайте более молодые. Ну а так в принципе по вкусовым качествам похожие грибы. ну а здесь лисички не сдаются. Выросли в сухом месте и ждут дождей чтобы продолжить свой рост. но это я уже вообще не ожидал встретить. Это белый гриб. Ну вот один экземпляр все-таки встретился. Тоже сухо. Ножка длинная. Такой вот летний вариант белого гриба на длинной ножке. Ну посмотрим. Будем надеяться что он не червивый. С виду выглядит качественно. Очередной подосиновик золотобуры. Здесь они стали попадаться чаще. Тоже вроде бы нормальный экземпляр. Ну возьмем такой. паутин это еще один подберезовик обыкновенный. Потому что более такой взрослый. Видно что шляпка мягкая у него. Поэтому брать не будем. Пускай растет. Вот опять нашел уже довольно большую семейку паутин фиолетового. Вообще этот год уже богат на всякие паутинки. И вот даже краснокнижный фиолетовый паутин вырос такими семейками большими. Грибы разного возраста. Молодые такие вот яркие красивые фиолетовые с бархатистой шляпкой. Низ ножки у них утолщается. Там такая бульба большая. Вырывать я не буду показывать. Пускай растут. Если кому интересно посмотрите на картинки в интернете. Но гриб сам очень красивый. Пока молодой. С возрастом как и все паутинки становятся ржаво-коричневые. а сверху он вот так вот выцветает становясь менее привлекательным. Это паутин фиолетовый. Гриб считается съедобным но в московской области занесен в красную книгу. Поэтому пускай растут. не будем их трогать. Может на следующий год будет еще больше. Но тут опять встретился такой темный с почти коричневой шляпкой под осиновик. Тоже молодой. Довольно красивый. Шляпка у него темно-коричневая. И как я уже говорил сейчас микологи несколько видов подосиновиков объединили в один подосиновик красный. И вот сейчас мы уже даже гуляя по лесу встретили такой разнообразный окрас шляпок от белого до вот такого коричневого цвета. И все это теперь считается подосиновиком красным. Представляете? Такое разнообразие окраски теперь. Ну а здесь такой вот мохнатый грибочек. Желтоватые окраски. И это у нас грусть. Грусть синеющая. лиловеющая. И почему-то еще называют его собачьим. Нигде я не нашел почему его называют собачьим. Но вот такой грусть. Наряду с настоящими белыми груздями черным считается одним из лучших для засова. Назвали его синеющим из-за того, что на срезе млечный сок на воздухе начинает у него принимать такой синевато лиловый цвет. А также в местах повреждений. По вкусу он горьковатый и годится для засова. Вот здесь вот видно сейчас здесь не особо как обычно. но на этом грибе видно повреждения и оно стало более лиловым. Но это семейка опять ежовика. Вот так они как и лисички массово могут расти. Напоминаю у них под шляпкой шипики. Если найти вот такую семейку то можно как и лисичек их насобирать. Такие вот они становятся более темными с возрастом. Напоминаю темные могут слегка горчить. А вот такой красавец подосиновик. ножка у него светлая. Так называемый белоножковый подосиновик. С возрастом ножка тоже может потемнеть. Даже заметные уже бордово-коричневые чешуйки у него становятся. Но когда гриб молодой он полностью белая ножка у него. Чешуйки белые. А это еще на выходе из леса встретились пару паутинников козьих. Вот так они более молодые грибы выглядят. С таким светло-фиолетовым окрасом. Ну что вот такой итог прогулки. Кому-то конечно скажут что это нету грибу. тут нету полных багажников с ящиками с грибами. Так чуть-чуть. Но для того кто любит погулять по лесу да еще собрать грибов это в принципе нормальный такой результат. И прогулка и есть из чего суп сварить. В основном подосиновики со шляпками вот такой разные окраски желтый оранжевый коричневый немного взял ежовиков для вкуса для разнообразия ну и один белый гриб оказался чистым это как бонус в общем можно погулять по лесу и собрать грибов. Лучше конечно это делать утром пока не слишком жарко а так вот с утра пока прохладно прогуляться можно немного набрать грибов. Так что спасибо всем кто смотрел ставим лайк комментируем подписываемся конечно ну и всем спасибо до свидания